ребят всем привет максим компания кира авто именно мы поставляем автомобили для вас из японии китая и кореи сегодня мы покажем небольшое количество автомобилей которые мы забрали со склада временного хранения ну что же везут сейчас люди да пока вот санкционка там по полгода идет из японии вот который опасно кстати покупать про это я уже в предыдущем ролике рассказал вот ну а сегодня мы посмотрим какие ноты еноты руми там фриды разные там фриды спайки и так далее приходят из японии для наших заказчиков температура у нас во владивостоке в районе 0 градусов вчера вчера в некоторых районах приморья вы только задумайтесь некоторых районах приморья причем таких районах которых ну намного всегда холоднее чем во владивостоке температура в середине февраля дошла до плюс 14 вот просто задумайтесь февраль плюс 14 это не краснодар вам понимаешь ли это здесь вот районы такие даже не прибрежные можно сказать да далеко несколько сотен километров до моря и такой реальный плюс был мы такая погода знаете самый раз наверно заболеть немножечко вспотел там тебя продуло и так далее ребят ешьте лук чеснок я не знаю что с ними еще делаете вот но каким-то образом поднимать иммунитет потому что ну сами понимаете болеть это так себе я еще чуть-чуть даже не выздоровел вот поэтому капюшон не буду снимать добегался так скажем ребят показываю вам тойоту руми тойоту руми мы привезли для нашего заказчика саба такое странное имя из города биска вам огромное спасибо за то что заказываете вот такие вот машины машина зашла чуть менее чем 750 тысяч рублей это у нас двадцатый год представьте двадцатый год ну и соточка пробег 4 балла оценка машина в реально в хорошем состоянии такая вот красивенькая вся соточка пробег не знаю ребят соточка пробег много или то мало каждый решает сам я считаю что есть машина реально в хорошем состоянии соточка пробег еще умеренно вот ну и соответственно что большой вот такой вот это ну хотел сказать танк и ну есть у нас название машин танк там toyota танк китайские танки там какие-то там уже джипы да есть вот но этот руми своеобразный маленький такой танчик вы нас морды небольшой слава богу клиренс умерен я считаю что эта машина прям очень хороший такой середнячок в принципе двигаться по городу потому что и багажники второй ряд просторны вот есть парктроники дата бесключевой доступ ну прям интересная машина приглядись пожалуйста тоже цены на них двадцатый год я считаю все машины заходит до 800 тысяч рублей вот такая здоровая просторная это хороший показатель саба огромного вам спасибо ребят nissan note и но e-power хотел бы говорить но к сожалению и power и нам сейчас не так то уж и легко доступны выразимся так машина привезена для нашего заказчика сергей анатольевич из рязанской области вам огромное спасибо за то что заказываете такие автомобили машина это 19 года зашла чуть более чем 750 тысяч рублей ведь это до 750 это чуть более 750 машина девятнадцатого года но реально машина в хорошем состоянии тоже здесь 4 балла у нас 85 тысяч пробег вот ну и если кратенько об этом автомобиле прежде всего это вот такой небольшой хэтчбэк довольно таки симпатичный и вот несмотря на небольшие размеры этого автомобиля всегда выделяю здесь просторный второй ряд наличие багажника вот ну и соответственно салон тоже довольно таки симпатичный салон карта двери и там все симпатичное такое красивое вот приглядись пожалуйста такому автомобилю кому нужно попу возить для по разным делам вот и чтоб проблем не знать там не ремонтировать постоянно машинка вот менять масло и все 85 тысяч пробег 4 балла оценка 750 тысяч рублей я считаю хороший на сегодняшний день реально очень хорошие показатели нет ну вы можете сказать дорого там или что правый руль там все дела он не так востребован как левый но ребят просто задумайтесь 750 тысяч рублей девятнадцатый год 85 тысяч пробег японец правый руль просто реально вовремя меняйте масло и не издевайтесь над автомобилем и он будет вам еще служить просто невероятное количество времени вам если ездить дела делать на работу кататься чтобы под машиной не валяться чтобы по автосервисам там не бегать запчасти не сращивать не искать вот пожалуйста вот нормальный хороший вариант если кто-то не согласен пожалуйста напишите в комментариях мы вас быстренько раскритикуем ребят хонда фрид спайк распространенная машина по заказу вот у нас было такое что что-то вообще прям фридов спайков не приехала из японии чуть мало их заказывали что ли мало бы их может рекламировали я не знаю но сегодня у нас машина три с половиной балла с просто огромнейшим пробегом пятнадцатый год это у нас 4 в.д. 4 в.д. на автомате вот машина зашла 900 тысяч рублей и просто вы держитесь пожалуйста 180 тысяч пробег гигантский просто пробег дайте-ка я загляну в салон и просто посмотрю да и нормальный почистить салон и все прям руль ну не кожаный там не с прошивочкой простой обыкновенный руль вот ну нормально умеренный салон я выделяю вот эти вот машины тоже приглядитесь пожалуйста почему потому что возить попу свою по разным делам да вот не валяться под автомобилем японец или может быть не японец но в японии накатали на этом автомобиле реально 180 тысяч пробег автомат здесь не вариатор когда машина 4 в.д. сергей владимирович вам огромное спасибо что заказываете вот такие вот автомобили если вы смотрите это видео напишите пожалуйста почему вас не напугал такой гигантский пробег потому что ну как бы большой пробег считаю вот ну и соответственно у этого автомобиля напомню просторный второй ряд присутствует хороший багажник в ряды у нас намного интереснее я считаю сам салон второй третий ряд ну или багажник там есть 6 мест есть 7 место вот фриды спайки они у нас 5 местные ну и считаю более адаптированный под какие-нибудь загородные поездки ну или вообще что-нибудь там багажник нагрузить повозить вот ну а так мотор надежный полторашечка следите пожалуйста также заливать вовремя масло огромное спасибо ребят wish просто wish вот 12 года почти миллион двести автомобиль зашел ну тут toyota 78 тысяч пробег три с половиной оценка андрей юрьевич вам огромное спасибо за то что заказываете вот такие вот автомобили за то что нам доверяете андрей юрьевич из новосибирской области ну не буду говорить какой населенный пункт его точно никто не слышал не знает кроме жителей на этого населенного пункта он маленький вот 12 года машина считаю wish хороший вариант для ну опять же для того чтобы вообще wish это намного лучше toyota вот хотя некоторые люди там ой вариатор там мы не хотим брать и так далее но согласитесь что вот это поколение вишей wish это поколение вишей довольно таки симпатичные они ну прям ну люди хотят такие машины вот ну симпатичный салон симпатичная мордяха toyota 78 тысяч пробег три с половиной оценка вы знаете я даже вот так вот визуально если побегать посмотреть на этот автомобиль кроме вот такой вот ссадины здесь которая на аукционике отмечена она реально есть неприятная она в глаза не бросается эту ссадину вот немножечко так скажем замазал продавец неважно японец там пакистанец араб русский не думайте что прям японцы там японцы вам машины продают там уже далеко не японцы там бизнес уже на этом вот в целом toyota даже несмотря на то что это 12 год этот автомобиль будет долго долго служить еще вот ну как бы приглядеться вот к такому я называю универсалу здоровому хорошему большому просторным универсал ну и соответственно автомобили для семьи тоже очень даже подходит вот ребят приглядитесь и кстати по поводу цены на этот автомобиль напишите пожалуйста вот на сегодняшний день как вы считаете wish 12 года реально он ну как бы нормально это или дорого потому что мы помню дело виши возили ну миллион миллион сто но тут видите уже дороже я считаю для тойоты на сегодняшний день это хорош показатель ребят вот такая вот маленькая малышка давайте так выражаться такой маленький компактный хэтчбэк это toyota витс витс ну знаете такой сомнительный автомобиль так скажем нет не подумайте я не хочу раскритиковать это реально toyota это реально удобный автомобиль здесь машина у нас 17 года зашла 736 тысяч рублей мне написано 86 тысяч пробег 3 с половиной оценка дмитрий александрович из воронежа вам огромное спасибо за то что тоже заказываете вот такие вот автомобили нам доверяете а вот если смотрите это видео напишите для кого вы этот автомобиль покупали для себя для супруги для детей может быть может быть на перепродажу я не знаю на самом деле для кого покупали этот автомобиль просто интересно вот ну и соответственно может быть у вас будет ответ да это toyota я хочу покупать toyota там потому что это вот так вот и так и так обращаю ваше внимание что автомобиля один дворник вот японцы стали делать до машины там три горшка меньше свечей один дворник меньше дворников покупать но прикольно же да согласитесь экономия вот мало кушает машина меньше денег на топливо тратить вот может быть под по таким соображениям люди заказывают машины вот машины 86 тысяч пробег я гляну салон ну нормально для машины с таким пробегом в принципе умеренно вот нормальный обыкновенный ничем не отмечающийся салон просто вот ну вице вот просто вот катай попу наслаждайся тем что у тебя никаких нет проблем с автомобилем и как бы и как бы нормально как бы вот ну пойдет багажничек есть 2 ряд есть так этот автомобиль мы показывали он у нас уже давно стоит следующая тачка ребята это рактис который я всегда всем рекомендую вот если не знаете что купите денег у вас как бы так вот ну примерно 1700 а этот машин этот машина зашла в 730 тысяч рублей приглядитесь пожалуйста к рактису к примеру 11 года но посмотрите ведь ну как бы ну нормальная машинка вот там вот и салон есть и просторный багажник и второй ряд и вот тойота вот лейба ведь тойоты здесь у нас машина 11 года зашла 730 тысяч рублей и 3 балла оценка ребят ну что самое интересное вот я пока ручки погрею спрячу вы знаете этот автомобиль чем отметился у нас здесь 3000 пробег ребят реальный свой пробег 3000 но никто не может поверить потому что этот автомобиль просто я не знаю кто на нем катался что на нем делали но у этого автомобиля но он как бы жизни повидал так скажем за свои 3000 он просто плачет вот у него есть коцки царапки что-то у нас сзади есть вы знаете ну бампер вот ему подбили можно показать пожалуйста вот у нас здесь подбитый бампер да ну 3000 пробег 3000 пробег и какой-то издеватель просто конкретный ездил на этом автомобиле за это время вот он умудрился просто вот по кузову вот так вот немножечко автомобиль не не замуж на нем фильмы снимали ну мало ли может быть может быть такое может вот конечно так вот он нормальный чистенький хорошенький вот багажничек чистенький ну-ка я пойду салон гляну ребят бывают просто такие машины я вот смотрю салон немножко коврики затоптаны на сидухе пыль какая-то и вот где ключ но я не знаю может быть слепой какой-то там водитель был тыкал не мог попасть вот поцарапал он там тоже здесь один дворник у этого автомобиля 1 и 3 полторашки есть рактис и рассматривайте пожалуйста потому что машина ну реально для для передвижения по городу тойота ну беспроблемная вот берешь катаешься наслаждаешься и все в общем ребята рактис это вот это все это вот просто универсальный автомобиль который вот пожалуйста багажник второй ряд все присутствует и хорошее пространство в автомобиле все задумайтесь а кому ничего не понятно напишите менеджеру он вам все расскажет и самое что интересно эта машина идет в якутск кстати якутск а скажите а что такого то ну вот так вот николай афанасьевич из якутска вам огромная благодарность за то что заказываете вот такие вот прекрасные машины ребят грейс грейс у нас 15 года honda грейс автомобиль зашел в миллион восемьдесят тысяч рублей здесь у нас 29 тысяч пробег 4 балла оценка ну знаете про машины такого года я уже пока говорил я забыл какой год сказал 15 год 15 год такой маленький пробег вы скажете да ну нафиг не бывает ребят в японии продается 10 тысяч автомобилей в день ну плюс минус в писатель просто это сумасшедшая цифра может меньше может больше вот но плюс минус так где-то и вы просто задумайтесь просто задумайтесь ну разве не бывает маленьких пробегов там что все машины должны быть с большими пробегами или там все машины должны быть со скрученными пробегами но нет конечно вот вам и как и рактис тоже весь поцарапанный бедняга там сбитым немножечко бампером да и 3000 пробег здесь 29 тысяч пробег маленький пробег знаете однажды honda сделала fit aria я смотрел на этот автомобиль когда первый раз увидел и думал ну зачем honda сделала этот автомобиль вот тоже самое у меня примерно вопросы прогрейс потому что ну как бы на любителя вот низкая посадка небольшой клиренс там до вынос морды хотя грейс хвалят ребят это нормальный хороший такой седан вот но здесь на усмотрение каждого до седан переваливает за миллион это там не тойота но чё так дорого там ну вот знаете если дорого значит есть такой спрос на автомобиль вот так вот дорого поэтому приглядитесь honda grace я ничего хорошего ничего плохого про этот автомобиль не могу сказать но просто я почему выделяю этот автомобиль потому что я если честно этот автомобиль вообще не понимаю он вроде и седан вроде не уродски и как-то в то же время вроде не симпатичны вроде как-то что-то вот вот у меня вот такие вот эмоции по поводу этого автомобиля по поводу салона ну ты присел в машину да там обыкновенный honda ский салон вот аля фит да тоже вот не понимаю этот ткань вот они сделали она вся за уже за 29 тысяч пробег вся грязно ну может быть там кто ездил руки не мыл черт его знает вот надо почистить обязательно кстати ребята напомню вам вот ну и знаете так о рекламе вспоминаю кстати ребят а дайте я вам порекламирую наши услуги масла резина магнитолы сигнализации камеры обгона коврики пленки ну понятно такие машины пленки не будете делать вот но это все мы делаем пока стоят ваши автомобили вы это закажите не думайте пожалуйста что вы это у себя сделаете дешевле не думайте что ой я найду резину и по каким-то соображениям там эта резина ваша будет вдруг дешевле у вас там в городе пока они здесь стоят позвоните нам напишите нам по дополнительным услугам так и пропишите дайте мне телефон человека которого занимается доп.услугами вот ну и соответственно вам ну чего-нибудь тут сделаем хорошее за ваши деньги правда вы уже извините конечно но сами понимаете вот ну и вот как бы вот пожалуйста грейс игорь витальевич из перми вам огромное спасибо за то что заказываете вот такие вот машины глянем вот этот вот нераспространенный по заказам автомобиль это тоже хонда кстати ребята хонды по количеству заказов они просто порвали тойоту вот у нас есть эти ящики до в которых ключи лежат и вот тойота хонда раньше конечно тойота была набита вот этот ящик там потому что там гибридных очень много было автомобилей сейчас просто тойота уже вот прям мало ключиков а хонда прям завалено ключами и вот следующий вот автомобиль это у нас хонда фрид отличается от хонды фрид спайк помните да мордяхой тем что у фрида по бокам стеклышки а у фрида спайка по бокам нет стеклышек в собачнике вот ну и соответственно эти бывают шестиместные семиместные вроде даже люди туда помещаются 7 человек вот даже даже помещаются им скажу вот но опять же распространенный очень по заказам автомобиль это у нас gb3 передний привод до 800 тысяч не дотянула цена на этот автомобиль но они востребованы очень поэтому цена чуть-чуть на них я считаю все-таки завышена 800 тысяч рублей 130 тысяч пробег но как-то оно да не совмещается 4 балла оценка хотя здесь ставят вот но ну вроде он тоже нормальный весь его помыть полирнуть и все классно красиво будет вот приглядитесь нормальный хороший автомобиль ну чего рассказывать фрид да фрид он и в африке как говорится фрид владислав игоревич из новосибирской области вам огромное спасибо за то что заказываете вот такие вот машины а ну вот как и говорил следующий автомобиль следующий грейс honda grace машин семнадцатого года почти миллион двести пятьдесят тысяч рублей для седана для honda ну не знаю может быть дороговато для тех кстати кто смотрит с немного таким недовольным лицом сидя на диване вот так вот развалившись супер критики вообще в принципе напомню для вас напомню что цену делает заказчик не мы как вот почему я акцентировал на лежащих на диване людях потому что ну хорошие просто люди критики вот ничего сего там цены ломите мы не ломим цены цены делаете вы заказчики потребители спрос делает цены если как-нибудь доберемся до toyota rush если цена вот такая вот значит до такой цены догнал заказчик значит за эти деньги он хотел этот автомобиль приобрести и не один человек карабкался для того чтобы купить этот автомобиль чтобы он зашел вот по такой цене напишите пожалуйста миллион двести почти 50 тысяч рублей дорого это или нет для машины по 17 года а людмила ивановна из алтайского края вам огромная благодарность за то что заказываете вот такие вот машины спасибо ну что ребят вот заканчиваем honda jade вот этим вот автомобилем тоже почти миллион двести за этот автомобиль машина у нас пятнадцатого года город ачинс-крастоярский край максим хакимович вам огромное благодарность за то что заказываете вот такие машины универсал машина у которой не бывает полного привода только передний привод вот если смотрите это видео напишите пожалуйста почему заказали honda jade потому что что грейс что джейд я считаю таким специфическим вариантом но конечно заказывают все равно люди все равно заказывают кому-то такая машина нравится кому-то такая вот напиши почему не заказали к примеру алион или там премия не заказали примерно плюс-минус тех же годиков до к примеру да или вишь почему вы не заказали почему заказали джейд вот и смотрите это видео напишите пожалуйста нам всем очень любопытно нам всем очень интересно а так вам огромная благодарность за то что заказываете вот такие вот машины спасибо ребят напомню напомню не забывайте пожалуйста что на нашем сайте можно смотреть цены конечные вот на такие вот машины почем они заходят машины как видите на разный цвет вкус и еще все всему тому подобное вот кстати на нашем сайте появился очень удобный раздел комплектации под каждым автомобилем можно перейти посмотреть комплектации комплектации на все автомобили что же там есть например в каком-нибудь рактисе или в каком-нибудь спайке или в каком-нибудь вице и так далее смотрите пожалуйста задавайте вопросы что-то непонятно телефон менеджера там указан все цены конечные в рублях прям на нашем сайте смотрите будьте счастливы радостные ну и старайтесь вообще быть хорошем настроении и не болеть все ребят всем здоровья счастья берегите себя пока